Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Честно говоря, мне немного поднадоело делать такие экстренные включения, но что поделать? В такое время мы живем и эта криптовалюта здесь постоянно случается что-то срочное. И то, что мы видим, это большая угроза для криптовалютных бирж и для тебя, если ты хранишь свои деньги на этих биржах. Генеральный директор криптовалютной биржи FTX предупредил, что знает кое-что о состоянии бирж теперь. Он сказал, что он точно в курсе, что некоторые криптовалютные биржи уже не платежеспособны. Что это говорит нам, криптовалютным холдерам? А то, что если ты хранишь криптовалюту на бирже, тебе стоит вывезти ее оттуда прямо сейчас. Если ты не знаешь, как это сделать, об этом есть уже целая куча обучающих видео. Для этого тебе нужен какой-то кошелек, горячий или аппаратный. Если, например, у тебя на бирже хранятся токены на базе блокчейна эфириума, то есть ARC20 токены, то тебе подойдут кошельки Metamask или MyEtherWallet. Также можно использовать, например, TrustWallet. Но если честно, лучше используй аппаратные кошельки вроде Trezor или Ledger. Я, например, использую Ledger. Сегодняшняя реальность заключается в том, что тебе нужно вывезти свои монеты с бирж на один из этих кошельков. Прямо сейчас мы наблюдаем целый ряд вынужденных распродаж всякими инвестфондами, чьи позиции попали под ликвидацию. Например, Three Arrow Capital и Celsius. Это значит, что этот медвежий рынок закончится тем, что многие криптокомпании, криптоинвестфонды и криптобиржи могут просто умереть. Уже сейчас многие биржи выживают за счет кредитования, а значит, просто одолжили время, чтобы протянуть еще немного. Например, многие из них начинают просить помощи у того же FTX в кредитовании. Это, в свою очередь, означает, что в любой момент они могут заморозить выводы средств, потому что у них просто не будет денег для покрытия этих выводов. Некоторые биржи это уже делают. Например, Voyager. Это уже происходило раньше, в 2014 году, когда крупнейшая на тот момент биткоин-биржа MT-GOX была взломана. Угадай, что происходит теперь. Этот медвежий рынок точно обанкротит не одну биржу. В 2018 году это происходило с целым рядом мелких бирж. Но это мало кто заметил. Но вот люди, у которых были там деньги, потеряли все. Просто пойми, если у тебя нет ключей от кошелька, это не твоя крипта. Да, когда ты хранишь крипту на бирже, ключи находятся в руках этой биржи. И да, я пользуюсь такими биржами, как Binance, FTX, OKEX и так далее. Но я никогда не держу там более 10% всех своих криптовалютных запасов. Поэтому, пожалуйста, 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 не держи свою крипту на бирже. По крайней мере, всю. Это всегда было рискованно. Но сейчас это супер рискованно. Ты не переживешь медвежий рынок, если потеряешь все свои депозиты из-за лопнувших бирж. Я проведу для тебя интересную аналогию с нефтью. JP Morgan говорят о том, что цена нефти может достичь 380 долларов. Ты спросишь, а почему рыночные манипуляторы не могут справиться с ее ценой так же, как это делают с биткоином? А ответ очень простой. В случае с нефтью людям необходимо заправить машину, людям необходимо сырье, медикаменты, резина и так далее. Невозможно взять циферки с биржей и залить их в бак. Поэтому и манипулировать ценой на понижение в условиях рекордного спроса и дефицита очень сложно. Другое дело манипулировать ценой биткоина, который по большей части находится в виде циферок на экране твоего кабинета на бирже. Но дело вот в чем. Эти биткоины, которые ты хранишь на бирже, не принадлежат тебе. Но теперь представь, что будет, если какая-нибудь крупная биржа завтра обанкротится. Что будет с твоим биткоином? А оказывается, что вывести его будет уже невозможно. Может быть поэтому за последний месяц с бирж вывели более 72 тысяч биткоинов. И посмотри на этот график с января 2020 года. Количество биткоинов на всех биржах неуклонно падает. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...